Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Вторник, 20 февраля. И перед началом напомню, что для того, чтобы получать уведомления о новых видео, не забывайте подписаться на наш канал и ставьте лайк к этому видео, если оно для вас полезно, а ваши вопросы оставляйте в комментариях. Начнем наш обзор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция нисходящая коррекционная сохраняется. Цели по снижению у нас находятся в области 1,2290 и, возможно, снижение можем ожидать на 1,2212. Ну а возврат к покупкам по паре евро-доллар будем рассматривать после преодоления максимальных значений, которые были зафиксированы вчера в понедельник на уровне 1,2434. Пара британский фунт. Американский доллар также начала свое коррекционное нисходящее движение. Цели по снижению у нас находятся в области 1,3907 и далее вероятность снижения до отметки 1,3798. Завершение данного коррекционного снижения мы будем отслеживать после преодоления максимальных значений вчерашнего дня, понедельника, а именно отметка 1,448. Пара американский доллар-канадский доллар продолжает свое восходящее движение. Цели роста у нас находятся в области максимальных значений прошлой недели, это отметка 1,2637 и далее уже движение на 1,2670 будет актуально. Возврат к продажам по данной паре рассматривается после преодоления минимальных значений вчерашнего дня, отметка 1,2527. По паре американский доллар-японская иена тенденция восходящая сохраняется. Цели роста у нас находятся в области 1,750, далее уже на 1,0889 мы пару можем ожидать. Возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальных значений вчерашнего дня, отметка 1,0609. По австралийцу на текущий момент тенденция восходящая сохраняется, но все ближе и ближе мы торгуемся в области минимальных значений прошлой недели, это отметка 1,7897. Если австралийц сможет закрепиться за этим уровнем, то уже вероятно развитие нисходящего коррекционного сценария с целями снижения до отметки 1,7760. По еврофунту тенденция нисходящая сохраняется, цели по снижению находятся в области 1,8810 и далее 1,8727. Возврат к покупкам будет актуален после преодоления максимальных значений вчерашнего дня, отметка 1,8868. По золоту также сценарий коррекционный сохраняется. Цели по снижению находятся в области минимальных значений на отметке 1,336 долларов за тройскую унцию и далее вероятность снижения до 1,315. В свою очередь возврат к покупкам будет актуален по золоту после преодоления максимальных значений вчерашнего дня, отметка 1,351. После этого уже золото мы можем увидеть на отметке 1,362 и 1,380 соответственно. По нефтемарке Brent тенденция восходящая также сохраняется, цели роста у нас находятся в области 68,37, а ближайший разворотный уровень можем отметить на минимуме вчерашнего дня 64,98. По индексу DAX на текущий момент также тенденция восходящая сохраняется, цели роста у нас находятся в области максимальных значений вчерашнего дня, это отметка 12,555. Ну а ближайший разворотный уровень в области минимальных значений понедельника, это отметка 12,360. Если индекс DAX может закрепиться за этим уровнем, то уже последует вероятность развития коррекционного нисходящего движения по данному активу. Ну и биткоин продолжает свой рост, сегодня торгуемся уже на локальных максимумах, дошли до отметки 11,600, следующая цель это 12,865. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимуме понедельника, отметка 10,322. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция восходящая сохраняется. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Саков Роман. Напоминаю, что если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся уже на следующих видеообзорах.